На передовой сегодня 9 обстрелов. Боевики прицельно бьют из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Украинским армейцам приходится открывать ответный огонь. Одна из тех, кто заставляет противника замолчать, девушка из Киева. Как она оказалась на передовой, расскажет Геннадий Вивденко. Их историю нельзя назвать военно-полевым романом. Олег был таксистом в Киеве, Алла — частным предпринимателем. Олега мобилизовали в начале войны, и он остался в армии. Три года спустя, не выдержав разлуки, супруга пошла вслед за любимым. Здесь служит мой муж. К нему пришла в 2017 году. В том году была в Крымском, вместе с мужем. В этом году здесь нахожусь. На вопрос, зачем комфортную жизнь променяла на передовую, отвечает, не задумываясь. Долго ждала, он был три года. Не один контракт был мобилизованный. Поддержкой можем быть вместе. Алла — стрелок, гранатометчица. Ей не раз приходилось отражать атаки противника. Ситуация под оккупированной горловкой сейчас уже не первую неделю наколена до предела. Постоянно в нас кидают воги, прилетают. Работают и утром, и днем. Вчера работали днем. Олег признает, решение супруги его обескуражило. Отговорить было невозможно. И вот теперь они плечом к плечу в одном подразделении. И в итоге так получилось, что она здесь. Ну и ваша реакция? Ну если здесь уже нужно служить. А опасность? Опасность, опасность. Переживаю за двоих, как за себя, так и за ее. Дома в Киеве 18-летняя дочь решила идти по стопам родителей. Будет идти военная. Да, она сейчас учится в академию и поступила. Созваниваемся постоянно. Скучаем. Ну, она нас понимает. О том, что с ними происходит на передовой Олег и Алла с дочерью, говорят не часто. Мы думаем, что уже пока она выучится, войны не будет. Будет мирное небо над нами. Тем временем противник обстреливает наши позиции все сильнее. Передают, заезжают АБСЕ. Будет работать беспилотник АБСЕ. И в итоге начинается провоцирование. Чтобы дали ответку. Мы подходим ближе-ближе, они думают. Боятся. Ситуация становится все опаснее. Вот сейчас слышим, как противник ведет огонь по нашим позициям. Наши войска не отвечают, придерживаются перемирия. Однако огневое давление крайне существенно и очевидно. Бойцам приходится отвечать адекватно. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.